Человеку свойственны размышления на тему «А что же такое смерть? Может, это конец всего или начало чего-то нового? Что происходит с нашими близкими, когда они от нас уходят?» За ответом на вечный вопрос люди всех времён обращались к тем, кому доступны тайны мироздания, к экстрасенсам, способным заглянуть глубже, чем обычный человек. Люди, когда умирают, они не уходят в никуда. Вы не думайте, что вот всё, вот его похоронили или её похоронили, и всё, и на этом всё закончилось. На самом деле они находятся и не только здесь. Они могут быть хоть здесь, хоть там в своём жилище, в котором они раньше жили, хоть со своими близкими рядышком могут ходить как ангелами, быть хранителями, охранять их. Но определённую часть времени они всё равно проводят здесь. И когда… Потому что здесь привязка к их физическому телу. Это очень мощная связь, и они всегда к ней приходят, возвращаются. Есть очень много, которые вот просто ходишь, они тебя сразу в гости зовут. То есть даже там присесть на скамеечку. Я захожу, сажусь, они мне всю жизнь свою рассказывают, как они там жили, чем они занимались. А есть люди, которые нет, которые как и при жизни неконтактны, так и после смерти неконтактны. И не пускают даже в своё пространство вот это. И вот это вот, как бы для меня это обычная вещь. Но многие люди, приходящие ко мне на приём, и с которыми я разговариваю, когда они теряют своих близких, они впадают в отчаяние. Они считают, всё, вот он, всё, вот так, вот так, вот так. Но я считаю, что вот надо относиться к этому немножко по-другому. То есть надо понимать, что связь не утеряна. И что можно, когда ты приходишь на кладбище, когда ты контактируешь, надо понимать, что он будет рядом, он будет слышать тебя. За памятником и вот за захоронением всё-таки что-то есть. И не только тело, а вот это всегда место, где можно услышать и понять. Вообще, даже когда ты задаёшь вопрос человеку, который умер, и он твой близкий, он тебе точно поможет. Он тебе всё скажет. Ты поймаешь его мысли, если ты захочешь это услышать. То есть ты не будешь никогда один. В любом случае не будешь никогда один. Всё равно выйдет на связь. Единственный момент, если только он захоронен очень давно. Вот там уже немножко, когда я, допустим, связываюсь с такими, они выходят немножко с запозданием. То есть минут могут, может, 20 не выходить. Но это связано с тем, что у них другой мир, они уходят. Но они ловят всё равно сигнал. Просто время проходит, прежде чем они выходят. Обычно те, кто захоронены в первые годы жизни, это там 2-3 года проходят, даже до 5 лет, они на поверхности для меня. То есть и для всех в том числе. То есть абсолютно контактные, абсолютно много чего могут говорить. И во снах могут много чего говорить. Бояться этого не нужно. Это нужно принимать во внимание. Это помощь. Это помощь. Они помогают, особенно близкие. И в большинстве случаев, повторюсь, такая фраза, она мне всегда очень нравилась. Умершие знают всё, но ничего не могут сделать. Живые не знают ничего, но много чего могут сделать. То есть прислушиваться к ним надо, потому что они знают и как прошлое, и как настоящее, и как будущее, и вперёд на поколение, когда они переходят в тот мир. Хочется, чтобы живые были среди живых, умершие были среди умерших, но было уважение живых к умершим, и не воспринимали кладбище как просто место с памятниками, а всё-таки уважали тех, кто здесь находится. Потому что когда ты заходишь сюда и уважаешь тех, кто здесь находится, а здесь находится очень много людей, они тебе в ответ тоже с положительной энергией. Потому что некоторые люди бывают, приходят и какой-то урон наносят или там что-то. Это очень плохо. То есть это надо понимать, что это всегда возвращается, это всегда бумеранг. Если ты сегодня повредишь могилу какого-то другого человека, не надо думать, что он не видит. Он ведь всё видит. Надо ценить людей при жизни и после смерти. Я вот так считаю. Тогда каждый родившийся в дальнейшем будет достигать большего, потому что мы все зависим друг от друга. И наш род, вы понимаете, если, допустим, абстрактно говоря, бабушка, мама вели хороший образ жизни, занимались хорошими делами, помогали людям, потом рождается ребёнок, он добивается ещё больших успехов в жизни. То есть род идёт ещё на повышение. Ещё, ещё, ещё. То есть каждый родившийся. А если кто-то, допустим, в роду натворил каких-то дел, то потом его дереб дети. Либо вообще может прерваться род. Просто прерваться. Либо там его дети будут так жёстко отрабатывать, и не будет ничего хорошего. Потому что всё взаимосвязано. И всё видит. Во всём всегда будет равновесие. Понимаете, надо уважать людей. Уважать живой мир. Уважать живых людей. Но и умерших людей уважать тоже надо. Когда вы приходите на кладбище, на любое кладбище, неважно, похоронен у вас близкий или не похоронен, поздоровайтесь. Особенно если вы подходите к каким-то могилам очень близко. Поздоровайтесь вы с ними. Уважайте вы их. Понимаете? И не нужно делать так. Вот извините, я подошла только к своему близкому человеку. А что тут? Вот я тут встану непонятно как. Я там побросаю что-нибудь. Так не надо делать. Это всё возвращается. Всё время эффект бумеранга. Во всех наших поступках нас видят. Нас видят высшие силы. Нас знают. Понимаете? И они, которые здесь похоронены, они тоже нас видят. И вы понимаете, чем больше вы будете, чем лучше вы будете относиться к умершим, в том числе, так же, как и к живым, тем лучше у вас будет складываться жизнь. Тем больше вы какой-то… Потому что они тоже имеют свойство помогать. Вы понимаете? Они могут услышать вашу проблему. Если вы, например, придёте и что-то расскажете своему близкому, может быть, рядом лежащий услышит вашу проблему. И, может быть, вам потом поможет. Понимаете, в чём дело? Поэтому надо… Как я всегда говорю, надо использовать все возможности. Надо пользоваться помощью всех и относиться с уважением. Тогда будет всё хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует...